Депутат Госдумы Наталья Назарова начала свою отчетную кампанию с Горьковского автозавода не случайно. В свое время она сама проработала на этом предприятии почти четверть века. Сегодня здесь трудятся тысячи человек. И вопрос, который волнует сотрудников, будут ли заказы у завода в это непростое время. Сегодня на этой встрече самое важное для нашего коллектива, что мы услышали, это о том, что у нашей компании есть заказ на партию автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. Это очень важно для нас, для нашего трудового коллектива, иметь твердую опору сейчас и с уверенностью смотреть в будущее. Напомню, с инициативой о запуске централизованной программы по обеспечению регионов машинами для медицинских и образовательных учреждений выступил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин. «Единая Россия» идею поддержала и совместно с администрацией президента создается программа обновления парков автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. «Удовлетворение приносит слова благодарности, высказанные в твой адрес, когда кому-то удалось помочь. Вот как помощь предприятиям, которые попали в санкции. И если так вспомнить, с чего я начинала свою избирательную кампанию в 2016 году, то это был лозунг «Живут заводы, живет страна». И на самом деле это для меня было очень и очень важно». Еще одна проблема, которой депутат серьезно занималась, это помощь обманутым дольщикам. «Единая Россия» подготовила ряд важных законов, которые помогли сделать серьезный прорыв в решении этой проблемы. Начата реформа долевого строительства. Только в Нижегородской области благодаря тесной работе с региональным правительством восстановлены права почти 6 тысяч дольщиков. «Моя знакомая одна обращалась к ней, когда был заморожен дом на Мельниково, 25. Они там приобрели квартиру для дочери. Вот она к ней обращалась сегодня, Наталья Васильевна озвучила, что этот дом сдан. И это действительно так». Также социальным проектом уделил особое внимание в своем отчете и депутат законодательного собрания Нижегородской области Владимир Слодотенков. «Эти задачи могут решаться или ускоренно, или более длительно, во временном режиме. Прекрасному тому примеру или подтверждению вопросов, связанных с городской средой». В автозаводском районе за пять лет благоустроено 135 дворовых территорий. Создано 13 новых общественных пространств. Капитально отремонтированы две школы и строится новая. Построены детские ясли. Более полутора миллиардов рублей было выделено на капитальный ремонт дорог. Также на встречу автозаводцы смогли задать волнующие их вопросы и дать новые наказы. Галина Калягина, Время новостей.